Добрый день, друзья мои. Мне сегодня написали несколько просьб на Viber и WhatsApp с просьбой разъяснить определенные темы, в том числе касаемо тему убранства женщины. Видимо, женщины, у них такой голод познаний, они рынулись туда-сюда смотреть, где возможно, где об этом говорится, и как-то увидев, точнее, услышав водой, пришли и попросили меня разъяснить эту тему, этот факт. Ну, поскольку уже мы не раз слышали, что все общее, как при коммунистах, да, все общее, все взять да поделить, и темы мы можем брать, какие хотим, ну, воспользуюсь-ка я этим правом и возьму тоже эту тему, и расширю, и открою, и раскрою настоящие тайны женского убранства, не бля-бля и бусы моросьи. А что на самом деле есть убранство женщины, только ли украшение это? Друзья мои, испокон веков женщина была тайной семьей, она была закрыта, у нее был свой мир. Если помните, скажем, далеко, чтобы не ходить, то русский терем, да, была женская половина, мужская половина. Для чего это делалось? Во-первых, потому что интимные все подробности женской жизни не должны были быть открыты и наружу, и именно поэтому выделяла женщинам отдельную половину, где вход мужчины был запрещен куда. И женщина могла там переодеваться, раздеваться, заниматься своими, скажем, вопросами гигиены и прочее, прочее. Кроме того, она могла там отдохнуть от мужского мира, она могла отойти туда, она могла поесть спокойно, не переживая, что мужчина увидит ее в момент, когда она кушает. Она могла веселиться с подругами, не переживая, что мужчина увидит ее какие-то легкомысленные поведения и прочее. В наш век вот это все нарушилось в один миг, и мы все себя считаем современными людьми, которые не признают всякие там пережитки прошлого, которые современные, которые продвинутые, как нам кажется. На самом деле мы далеко не продвинуты, не современные, и продвинуты были наши предки, потому что они знали законы Вселенной, они понимали, что пока женщина таинства, она будет как божество, она будет как какая-то святыня. В 18 веке, в 19 веке, когда мы читаем письма влюбленных, они друг друга называют на «вы». У них такое уважение к друг другу. Сударь, госпожа и прочие. Это не было раболепство, это не было ханженство, это не было лицемерие, это было элементарное уважение к женщине, к ее началу. Женщину сватали. Ничего здесь такого стыдного не было в сватовстве и прочем. Почему? Потому что, когда сватали женщину, то традиция сватовства русского, но не только русского. Я почему сейчас говорю, потому что основная аудитория русскоязычная, поэтому им это знакомо более тема. Друзья мои, сватая женщина, они не показывали, что она какой-то предмет, как все время представляют, что она предмет, что она какой-то, как выбирает лошадь на скачках. Это глупые вопросы. Наоборот, это уважение к ней. Приходят просить ее руки. Вы представьте, насколько женщине должно быть приятно. Ее хотят видеть снохой в доме. Ее хотят забрать к себе на вечное жительство. Ее хотят видеть членом семьи. Это приятное ощущение, правильно? Чем вот где-нибудь под кустами ее там полюбить, кинуть беременную и исчезнуть на веки вечные. Сватание – это означало уважение к ее семье, к ней. Кроме того, это во многом снимало с нее ответственность. Если ей не нравился муж, она могла вернуться в дом отца спокойно. Почему? Потому что отец ее выдал. Вот за кого он выдал, пускай несет определенную ответственность. Кроме того, может сейчас кто-то не согласится, кто молод, кто горяч, 18-19 лет. Я тоже так считала, что любовь, любовь, кто имеет право за меня выбирать, я должна любить, я люблю и прочее, прочее. А когда проходит время, ты понимаешь, что твои родители, вообще взрослые в семье и в роду, знали лучше и понимали со стороны, что не будет тебе там счастья, что вы разные люди, и что вот эта страсть, любовь, она потухнет, закончится, и не останется ничего, кроме разочарования и боли, и сломленной судьбы, и может ребенка, который без отца будет расти. Я не говорю о том, что взрослые должны были выбирать за нас, и не выбирали они за нас никогда. Просто они советовали со стороны, они старались, они видели, что нам подходит больше, и кто нам подходит больше. Иногда проходят годы, встречаешь этого любимого, за которого готова была там чуть ли не на стену лезть, и весь мир уничтожить ради него, и смотришь, что это низкое, жалкое существо, и думаешь, и что ж я в тебе там, что ж я в тебе была такая влюбленная, как в этом известном фильме. И понимаешь, насколько это было нелепо. Я не против любви, поймите, я просто за трезвый разум, и разумные поступки, разумные, без страсти, без сумасшествия, без полаумия, без кидания головой в омуты, и не знаю чего. Вот эти цыганские страсти, они как-то не подходят для обычной нормальной человеческой жизни. Пойдемте далее. Убранство женщин. Убранство женщин были не только цвета и горошки. Например, в древние времена в каждом государстве, естественно, были регионы, сейчас они есть, были княжества. По убранству, по одежде женщин можно было бы определить, из какой губернии она, понимаете. По цвету ткани, по украшениям на груди, на голове, на головном уборе, можно было бы определить, замужем она или нет. Невестки носили совсем другое убранство. Новобрачи носили другое убранство. Невесты на выдане носили другое убранство. Было очень много оберегов, было очень много тайных, вышитых на подкладке одежды, слов и заговоров, которые считалось охраняли от дурного сглаза. Нельзя было показывать женщину часто в обществе для того, чтобы ее не сглазили, не испортили, как говорили, не сурочили. Знаете эти слова, да? В заговорах есть уроки, там, сурочили и прочее. То есть, чтобы не сглазили ее, чтобы не испоганили плохим глазом ее род, ее способность к рождению детей, и там, на плодовитость и прочее. Почему не открывали пупок, почему не показывали живот, почему не показывали грудь особо там открыто? Я вам сейчас объясню. В древние времена, в султанских гаремах, наложницы оставляли ходить с открытым животом. Наложницы, которые были, ну, не должны были рожать детей, не надо было продолжения рода, они были только для утех султана. Так вот, их заставляли ходить с открытым животом. Вот отсюда пришли танцы живота, не только, еще до султанов были, еще в Персии, в арабских племенах это было принято. Открытым животом считались порченые женщины, женщины без судьбы, женщины испоганены жизнью. Почему? Потому что постоянный взгляд на живот женщины отправлял определенные импульсы. Они, может, не умели объяснять, как мы, там, энергетическое поле, какие-то энергетические воздействия и прочее, прочее. Они, может, и не объясняли это, не знали, как правильно это надо объяснять, или не умели терминами такими, да, кидаться. Но они знали, что постоянный взгляд на открытый живот женщины это как проклятие. И она становилась бездетной, она не могла родить. Вот, уважаемые девушки и женщины, когда вы делаете себе, там, татуаж, когда вы серьги туда пихаете, когда вы идете с открытым животом, чуть ли не у вас, извиняюсь, лобок уже почти виден, вы никогда не задумывались о том, почему у вас жизнь не устраивается. Не потому, что у вас вульгарный вид, а потому, что, еще потому, что эти вожделенные взгляды мужчин, эти страстные взгляды постоянно на ваш живот, на ваше голое тело, оно постоянно идет, как проклятие на вас и на ваш род. Именно поэтому у вас исковерканная судьба, у вас не получается жизнь. Один бросил, второй бросил, ребенок рос без отца, то он без конца болеет, то он вырос каким-то подлинким ребенком непонятным, то от него продолжение не идет, он по зонам, то по тюрьмам, посылкам, как Владимир Ильич Ленин, извините. Так вот, почему это происходит? Потому что вы на себя принимаете проклятые взгляды, вожделение, понимаете, вас хотят, но вас не любят. Это разные вещи. Желать вот это вот животное желание, инстинкт, видеть у себя, иметь у себя, это и любить, это разные вещи, уважать разные вещи. Так вот, чем закрытая была женщина, тем больше было уважения в ее сторону. Теперь о юбках. Так ли важно носить длинные юбки? Не считаю, что важно носить длинные юбки, но считаю, что если вы идете в общество, куда-либо, в такое место, где очень много людей, разных людей, которые не очень добрым взглядом могут на вас посмотреть, особенно если вы одеты красиво и хорошо, и лучше других, то обязательно будут эти взгляды на вашу сторону. Юбка – это определенный круг защиты. Это было всегда так, и в людном месте, и в церкви старались одеть длинные юбки. Именно поэтому в церкви раздают там какие-то ткани есть, можно обмотаться, если ты в брюках пришла. Теперь о платках. Закрывать голову принято было не только из-за скромности. Еще раз говорю, в людных местах постоянные взгляды, вот эти постоянные импульсы. Почему, например, когда мы снимаем там определенные смертные порчи, или мы идем к какое-то место силы, мы пытаемся закрыть голову. Тот же самый мантия мага, который вы видели, да, черный или пурпурный, или красный есть, разного типа, это не столь важно. В любом случае, мантия, вот этот вот козырек, он закрывает голову. Почему евреи, почему мусульмане закрывают, вот носит вот это вот убранство головное, вот этот маленький, по-разному их называют там, то тюбет, то пасек, то еще как-то, и не только они носят, носят и народы Кавказа, носили и русские. Вспомните русских царей, того же Ивана Грозного, у него вот этот тюбет маленький такой, с покрытой головой. В древние времена считалось, и вообще это подтверждается научно, и сейчас это есть, что вот эта часть головы, вот эта темечка, она как носитель энергии, это как антенна, которая соединяет нас с миром, соединяет, оттуда ловит человек информацию. Может, это смешно звучит, но вот эти все фантастические фильмы, да, люди с антеннами, там, гуманоиды и прочее, прочее, где у них антенна, именно вот на темечке, на том месте, где обычно носят вот эту тюбетейку, тюбет или головной убор. И вот обезопасивает вот это место женщинами, что же носили этот тюбет. Вспомните, например, кокошник, да, вначале внизу вот эта круглая штучка, которая надевается на голову, вот эта маленькая шапочка, а сверху кидался платок, или что-то еще. Посмотрите убранство древнерусских княгинь, например, да, великих княгинь Киевской Руси или Московской Руси, без разницы. В любом случае, вот этот круг, точно так же можно сказать о хиджабе, он же тоже круг. Сначала круг надевается на голову сверху, накидывается платок. То есть обезопасивает темечка, закрывает вот то место, которым мы все время, мы же говорим, что за спиной, да, спину сказали, чтобы на твою голову упало, чтобы на твою голову ты нашел там туда, ой, я вот нашла на свою голову приключение, или с головой окунулся, да иди, ты потерял голову. Слово «голова» постоянно считалось, что в местилище души есть голова. Почему в древние времена казнь была через отрубание головы? Считалось, что голова, в местилище души нет головы, нету жизни. То есть это быстрая смерть. Так считалось, по крайней мере. Я не могу знать, быстро это или нет. Некоторые ученые говорят, что голова несколько секунд еще понимает, соображает. Один врач в средние века даже проводил такие эксперименты. Он просил идущих на эшафот отреагировать, когда он их позовет. И когда человеку отсекли голову, он взял голову, крикнул его имя, и тот открыл глаза. С чего он сделал вывод, что несколько секунд после отсечения головы жизнь в человеке еще есть. Ну, это страшная тема, не будем об этом обсуждать. Это самая ужасная казнь, по-моему, я так думаю. Вот. Так вот, голова, она была покрыта, была закрыта, и все время старались закрывать голову в людных местах. Отсюда и пошла мода на шапочки. Откуда идут, значит, каблуки? Сейчас я вам скажу. В древние времена были такие маленькие каблучки и туфли с острым носиком. Обычно носили такое аристократы. Крестьяне носили лапти, везде носили, на Кавказе, на Руси, и в Европе. Крестьяне носили обычно очень простую обувь из кожи, которая несколько раз перешивалась. И, естественно, это уже не сказать, что там была мода, и они не следовали моде, они были рабочий народ. А вот мода, она в основном пришла из откуда? Она пришла в основном от проституток. Почему? Потому что, чтобы привлечь клиентов, они придумывали разные ухищрения. Для того, чтобы на них обращали внимание, нужно было выглядеть высокими, выглядеть более стройными. Каблуки пришли именно от древнеримских проституток, от Гетер. Это раз. Сначала были какие-то маленькие, потом более такие. Пудра, украшения. Пудра, украшения были известны еще в древние времена. И они, знаете как, они не только носили функцию, как бы улучшить цвет лица, они были в основном для того, чтобы, как религиозный символизм. То есть, те же самые стрелки у царицы Клеопатрии, это не для красоты только, а для придавания важности вида, необычности вида царицы, для приближения себя к богам. Следующий момент. Много, значит, косметики и прочее было создано на основе свинца. В Древнем Риме, вот на основе свинца, перемешивали туда свинец. Свинец вообще много где перемешивали. Значит, вино перемешивали, считали, что это продлевает жизнь. Свинцовыми красками красили палаты и прочее. Потом мы удивляемся, почему у древнеримских цезарей начиналась вот эта деградация, дебилизм и прочее. Естественно, свинец влияет на мозг. И со временем старела кожа, со временем было дряблое лицо. Но тогда были такие познания косметики, поэтому не будем сейчас их судить. Кроме того, считалось, что бледность лица говорит о голубых кровях. То есть, аристократическая бледность, вот это выражение пришло из Древней Персии. То, что вы видите под... То есть, сейчас на Востоке, да, те же самые хиджабы, те же самые... Те же самые чедрат, то же самое там закрытие, покрытие, плащи и прочее, это все идет из Древней Персии. Так вот, там это была не религиозная традиция, а просто считалось, что загорелыми и темными могут быть только крестьянки, потому что они с утра до ночи работали в поле. А настоящие, значит, высокородные женщины, девицы, они должны быть бледные. И для того, чтобы под солнцем «иди сюда, пусть!» сохранить свою бледность, они одевали вот такие плащи черного цвета. Черный цвет не пропускает... Как вам сказать? Черный цвет, он не пропускает лучи солнца и не дает загореть телу. Именно поэтому вот так носили. А потом, когда приходит религия, то, естественно, продолжение традиции Востока, оно уже было приделано к религии, и так и пошло-поехало. Так что изначально это было именно для создания аристократической бледности, а не более того. Следующий момент. Значит, ношение украшений. Дорогие женщины, хочу вам сказать следующее, что камни, бусы, шали, это, конечно, хорошо, прекрасно. Но учтите одну вещь, что ширпотреб, он будет привлекать дешевизм в вашу жизнь. Постарайтесь, чтобы у вас были вещи, такие, которых нет ни у кого. Чтобы у вас были вещи дорогие. Может быть, мои слова звучат высокопарно, но я вам сейчас объясню, почему я так говорю. Во-первых, лучше копить полгода и купить одну хорошую, дорогую вещь, чем носить много дешевых вещей, поскольку их у вас много. Почему это делается? Потому что дорогая вещь, тот же бриллиант, притянет в вашу жизнь удачу, притянет в вашу жизнь деньги. Через некоторое время у вас то, бизнес может появиться, семейный, или какие-то возможности что-то свое создать и прочее, прочее. Лучше начинать с дорогих вещей. постарайтесь избегать пластмассы, постарайтесь избегать дешевых камней, постарайтесь избегать дешевых изделий. Они в жизнь влекут дешевизну. Следующий момент. В Секенхенде, я уже говорила, что очень много может быть взято из моргов, да, есть такое дело, берут. Вы знаете, очень много было разоблачений судебных там исков, особенно в Европе, когда из крематория ввозили людские в общем останки, кости, как перемалывая их в медицинских целях. Волосы продавались для париков, живые волосы. Вот кто будет стричь свои красивые длинные волосы? Я думаю, что никто. А если человека отправлять на кремацию, кто следит там? Что у него там забрали? Никто же не отслеживает это. А бывают же молодые смерти, правда? Волосы, длинные волосы, которые могут оказаться волосами умершей женщины. Вы представляете, что они принесут в вашу жизнь? Значит, поэтому, поскольку вы не чувствуете энергию этой одежды, лучше не рисковать. Понимаю, что иногда хочется, иногда нет возможности, но лучше так, потому что, если вы начали подключить себя к тому, чтобы постоянно брать поддержанные, брать дешевые, то все время будете это делать. Учтите, как вы приучите свою энергию, так оно и пойдет. Кроме того, постарайтесь, чтобы в вашей жизни за время работы, копления денег и прочее, была бы хотя бы одна шуба, потому что одна шуба будет притягивать вторую, третью. В нашей жизни похоже притягивать похоже. Если вы привыкнете к дешевым вещам и вы удовлетворитесь этим, то у вас все время будут дешевые вещи. Следующий момент. Постарайтесь, чтобы у вас было хотя бы одно украшение с бриллиантом, хотя бы одно, потому что бриллиант это необычный камень, это камень, приносящий богатство, это камень защиты. Почему все стремятся к бриллианту, почему все говорят бриллиант, вот, почему именно с бриллиантом хотят там купить что-либо или дарить бриллиантом, не потому что это самый ценный камень, а потому что бриллиант, он обладатель очень огромной силы. Настоящий бриллиант обладает, он, сейчас объясню, как бы более так четко, чтобы вы поняли, что это такое. Это кристалл, но это необычный кристалл. Считалось издревле, что кристалл вообще вместилище души, кристалл это камень, который происходит из солнечной энергии, окаменелой энергии солнечной и воздуха, то есть сжатый воздух. Получается кристалл. А кто у нас обитает в воздухе или в астрале? Духи. Так вот, это означает, что окаменелые духи, то есть это живой камень. Это камень, который содержит в себе силу духов, энергию духов. Именно поэтому люди всегда стараются дарить бриллиант. Сами не понимая этого, почему, у них архетип, вот они знают, что это хорошо, и все. Дарить бриллиантом или стараться, чтобы у них в жизни хотя бы был один бриллиант. Если вы приобрели бриллиант, то вспомните, что после этого бриллианта вы еще приобрели еще кольцо, еще вам что-то подарили, еще чего-то. Сейчас сядьте, просто вспомните после бриллианта сколько всего вашу жизнь пришло, и вы поймете насколько ценен этот камень. И этот камень не просто там красивый и дорогой, этот камень обладает силой. Постарайтесь, чтобы в вашей жизни хотя бы один бриллиант был. Постарайтесь носить, иногда позволять себе носить яркие вещи. Все время серые и черные притягивают немножко тяжелую судьбу. Черные хорошо для людей силы. Черное оберегает, охраняет от определенных таких энергий, которые постоянно насыпятся. С черным цветом легче работать. Именно поэтому мантия черная или темного цвета. Вообще в природе нет черного цвета, не существует. Черный цвет это концентрированные все цвета. то есть в черном цвете содержатся все цвета. И вот они, когда концентрация доходит до какого-то там уже как бы за гранью перескакивает, получается черный цвет. В природе у нас нет черного цвета, посмотрите. Земляна они черные, серые, где-то там коричневые, но никак не черные. А вообще я хочу вам сказать еще один секрет открыть. Доказали ученые уже давно, что вообще в мире не существует цветов. Есть энергии определенные, которые соединяя вместе нашему глазу показывают цвет. А вообще нету цветов в мире, не существует. Это наш глаз их такими видит. Вы представляете, мы все бледные, мы бесцветные, мы абсолютно для какой-то другой цивилизации, если представить, что они действительно существуют, да, это цивилизация со стороны, мы абсолютно бледные, прозрачные существа, и все, что у нас есть, все бледные, прозрачные. Но наш глаз видит цвета. То есть и все фотоаппараты, все искусственно созданные вот эти экраны и прочее, прочее, они тоже видят цвета, не видят, а определяют эти цвета. Так что имейте в виду, что дело не в цветах, даже в какой цвет вы будете носить тело в материале, насколько материалы, которые вы носите, природные, насколько они реальные и энергетически сильные. Следующий момент. Постарайтесь не носить золотых украшений много, это выглядит вульгарно. Если вы хотите носить много украшений, носите серебро много. Серебро очищает пространство, серебро улучшает кровообращение, серебро улучшает давление, я вам хочу сказать. Золото, оно больше как идет как капитал, как накопитель. Есть золото, человеку спокойно, если вдруг что не дай бог случится, знает, что у него есть определенный капитал. Но серебро, серебро это чистый камень, который очищает. Раньше женщины кидали серебряные вещи в воду, после умывали лицо, считалось это серебряная вода. Аргентум, содержащий крема, который мажут на лицо, они придают светлость, они осветляют тот же вот был такой крем, как он назывался, ахрамин, по-моему, да, который убирает пигментные пятна. Так вот, вот в ахрамине очень большое содержание серебра. Серебро осветляет. Когда вы носите серебро, иногда видите, что на пальце или на шее, где вот серебро, да, было, светлая полоса идет, то есть оно очищает кожу, понимаете, вот. Золото же может наоборот взять на себя определенное заклятие, проклятие, золото может быть проклятием, серебро нет, на серебро не ложится проклятие. Например, если вдруг принесли по дешевке, продали вам золотые изделия, они могут быть сняты с мертвого человека, и они с этим проклятием придут. Серебро не идет с таким проклятием, у серебра чистая энергетика, так что носите серебро, постарайтесь себя заставить все-таки носить серебро. Золото, золотые изделия открывают у людей интуицию, это было издревле доказано. Не просто так золотая монета носилась на лбу, вот там, где переносится, где третий глаз. Никогда не задумывались, почему? Считалось, что оно усиливает ясновидение. Именно поэтому цыгане очень любят золото и носят золото. Даренное золото приносит счастье больше, чем то, что ты покупаешь. Так что постарайтесь дарить своим детям изначально золото, чтобы у них в жизни было много золота и богатства. Подарите. Не жалите на себя, если у вас есть возможность. Поверьте мне, если вы не будете жалеть на себя, судьба вам еще даст много возможностей для других покупок, свершений. Самое главное изначально себя не жалеть для себя чего-либо. Ты показываешь вселенной, что ты достойна большего и ты хочешь большего и пусть оно тебе дает больше. Вот. В одной теме обхватить это все очень трудно и практически невозможно, но в любом случае не давайте свои вещи никому. Они придут с чужой энергии. Неважно, насколько этот человек вам близок и дорог. Постарайтесь отказать, пусть обижаются. Не давайте. Или если отдали и чувствуете, что вам не хочется это носить, пускай оставьте этому человеку. Постарайтесь старые вещи, чтобы они у вас висели под новыми вещами. Если старые вещи на новых вещах висят, то у вас все время старые будут возвращаться в жизнь. Постарайтесь, чтобы новые вещи были сверху старых. Это два. Порванные сумки, порванные кошельки выкидывайте. Они носители плохой энергетики. Очень много вопросов, которые я еще как-нибудь обсужу с вами. Но я надеюсь, то, что я вам рассказала, вам принесет определенные знания и поможет узнать больше и о вещах, и о том, как правильно вообще жить и как правильно одеваться и носить это все. Постарайтесь, чтобы ваш гардероб состоял из хороших вещей. Чем больше хорошего, дорогого, тем больше оно будет к вам приходить. И поменьше всяких там бабушкиных бус и всяких там выкрутасов старомодных, оно приносит